и вот утро последние наверно теплые деньки вчера кстати солнце где-то киловатт 78 за день дает когда летом 13 решили мы начать накрывать тепличку покрутили профиль разрезали пленку пополам на две стороны вот одна боковушка можно сказать почти накрыта теплица с надувом нужно между пленок не забыть поставить вот такой вот для воздуха который будет накачивать пленку с той стороны уже установил и установим с этой потом можно будет уже грубо говоря все за защелкой . и вот накручен вот такой вот профиль который вставляется вот такой вот зигзаг это уже можно спокойно сама продать раз и пошел не нужно грубо говоря везде вот так вот сделать и вот полностью к боковушка готова с учетом то что двойная пленка с надувом не вот есть такие вопросы вот таких вот местах как держу воздух не выходил вот еще с дверью надо что-то придумать и в верхней части нужно как-то вентилятор сделать либо вот этот вот видите квадратик полностью зашил вот этот вот чтоб все воздух не попадал может пеноплект ставлю и будет без надува но так принципе неплохо получилось эти с она очень крепко так и держится даже когда не надутая до начала крепления пленки крепим вот такие вот профиля который будет вставляться грубо говоря зигзаг самое место которое неудобно это вот здесь вот видите здесь изгибается нужно здесь герметично делать надрезаем профиль под угол и загибаем этот уголочек ручный профиль по краям чтобы не не портил пленку вот так делается вот и нужно вот все все концы где есть вот так вот возгибать верхняя часть пленки будут кстати держаться только вот на этом профиле вот верхнем и на вот этом вот боковом поэтому решил я больше сюда бултиков накрутите чаще что что вот и накрыта теплицы правда здесь внизу нет но сверху все отлично лишь не пленку обрежем она без надува но я вам скажу она очень плотненькая смотрите как ее можно нера даже не надувать если так пошло вот видите все вчера ночью делали сегодня дождь идет хорошо что они сегодня перенесли здесь вот и пропустил ведь им местами зигзаг для того чтобы это вот часть нижняя тоже надувалась еще не прикопал ничего не знаю может вообще и спаять здесь вниз как идея возникнут ну это попробуем может быть так и сделаю зато будет полностью герметичная вот так вот накрыто 6 часов октябрь и уже темно на улице для того чтобы заниматься внутри нужно освещение поэтому купил вот такие вот лампы ip65 видите с двух сторон таки вот поэтому попробуем поставить что можно было вечерами что-то здесь делать добавлю конечно еще свет но надо чего-то начать стоимость такой одной лампы 56 рублей это 18 долларов шилы лампочки вешать в конек не знаю насколько это хорошо решил докуплю и повешив каждый пролет вот 1 примерно вот так вот светит ну надеюсь 6 штук будет ярко можете не надо будет больше добавлять думал прикручивать а потом решил лампы на хомутики брать ну вот так вот 4 фонарика довольно хорошо осветили еще 2 до куплю будет вообще красота промежуточный результат 11 часов ночи на улице темнота вот думаю что таких вот маленьких поставить 20 ваттных сюда 4 штуки кроме этих этих два еще 4 думаю достаточно вот вроде бы все хорошо видно вот как то так уже выглядит теплица почти весь свет доделан осталось чуть-чуть приобрел вот такой вот компрессор отдельного такой вот радиатор хочу попробовать сделать холодильник в гараже как думаете получится или нет вот весь все освещение готова по вечерам всего такой-то выпадает туман сделал выключатель скоро щиток вешать проходные будут розеточку крутая розеточка все ip68 и с той стороны тоже самое сделаю ну весь довольно светло поэтому последние штрихи осталось торцы заделать вот здесь вот нижнюю эту прикопать в пленку и в принципе снаружи должно быть все готово здесь конечно самое такое сложно это вот завернуть правильно вот этот торец чтобы нигде воздух не пропускала вышло солнышко уже все по краям обделал зигзагом основном чего накрывал потому что здесь вот постоянно коты ночевали утром приходишь здесь там котов 45 может быть и не только разбегались тепло им было утром хорошо и не здесь ночевали вроде никого запаха нету но я вот сейчас закопаю и все уже никто здесь лазить не будет надо еще как-то с надувом будет следующая задача это надо разобраться с надувом чем мощность всех фонарей которые я здесь установил 700 ватт потребляемые между пленками стоят вот такие вот флянцы вот труба которая нужно будет их соединить и они стоят вот здесь вот там в углу на крыше и здесь вот я думаю вот здесь в коньке поставить мотор для надува будет надавать левую правую часть ну и оттуда уже будет переходить во все остальные но есть один нюанс то что вот флянцы которая врезается смотрите эти вот моторы здесь нет никакого клапана но я так понимаю что здесь предусмотрен клапаны ручок эта резинка ложится чтобы назад не выходил воздух когда мотор не работает поэтому сейчас что-нибудь сюда за химичен что были клапаны сосед сварил мне вот такой флянец на переходить вот так вот выглядит компрессор он двухскоростной сейчас таким не хочу провести эксперимент говорят что вот здесь вот не продувает через конек я хочу через одну трубу попробовать надуть две стороны теплицы вот интересно сейчас подключу пока на земле посмотрю передует на ту или нет подключил компрессор я вам скажу такой барабан уже дуду это на минут десять работает она дует только одну сторону я думал бы через конек передавать от бока я смотрю тоже не надуло еще на эту сторону он не особо передувает два будет ставить плянца с двух сторон ну вот уже видно и с этой стороны надув пошел уже надулась да кстати довольно крепко такое прямо аж упругое упругое но с этой стороны как надуло прям шар не теплица такой плотненький плотненький шар с боков везде все продуло все отлично на ту сторону конечно не передувает или супер не знаю можете притянуть к веревкой сверху или не надо что-то знать какое давление в теплице так крепко я накачала чем агари спать можно конечно можно идти в бока тоже расстояние на сантиметров 20 максимальных местах между пленками но не надо не ломай что смотрите вырвало скобку отсюда надо будет подлиннее поставить из плотной пленочки вырезал вот такие вот клапана говоря в ту сторону будут продувать и назад будет не знаю сколько плотно ну по крайней мере сифоник как с обычной трубы точно не будет все будем сейчас наверх устанавливать полчаса я вижу что здесь тоже передулась через вот этот конек но с той стороны кстати вообще почти не сдулась видно но переходит немножко на эту сторону вот детки складочки вот но наверное лучше ставить вот здесь еще один флянец с одной стороны конька из другой стороны и сверху горячий воздух закидывать сюда вот принципе все накрыто поставил вентилятор для надува решил поставить его сверху выпуска горячий воздух с конька и влажный забирает и закачивать его между пленками вчера я кстати надул теплицу ну и спускалась она примерно часа два-три может вот ночь прошла я вот смотрю все посмотрели здесь вот пленки даже не не объединились между ними расстояние есть все равно как бы там небольшое давление есть поэтому я думаю будут включаться за на пару минут в день там в сумме потому что вот сейчас в принципе после ночи спущенного часа включу ради интереса поставить за сколько минут надует теплицу вот этот компрессор для надува плюс том что он видите 2 скоростной поэтому можно включить на маленькую скорость здесь и поддуть нужно если быстро надуть можно на максимальной до всех времени за сколько надувается 8 минут уже все еще чуть-чуть может подкачать 8 минут и все готово спускаться будет больше двух часов ну все начинаем следующий этап это будем прикопать трущи с лопату пойду прикопаю вам присыпал вообще по красоте все все герметичник и все готово еще порядочек здесь навести землю разровнять из этой стороны тоже или как все четенько смотрится вот и внешне все готово осталось везде порядочке по кругу навести и можно уже заниматься внутрянкой видите как плотненько надутая красота самый популярный вопрос наверно было это стоимость этой теплицы на данный момент с надувом пленкой сами собирал где-то 2000 по моему 400 долларов нам не стало если кому-то интересно пишите я вам дам контакт можете заказать заказывается она вот такие двухметровые вот эти вот арочки можно заказать любой длины у меня 8 метровая ширина есть 10 метровая ширина и если он выше будет поэтому на данный момент эта серия подходит концу вот я пробил скважину электричество завел буду сейчас собирать все дальше может сниму отдельно серию про надув и рукоператор еще будем держать вас в курсе расскажем как все работает man теплица так выглядит как будто я не знаю там вокруг все все освещено как это какое-то стеклянное здание светится вся мокрая красота